День Победы Казима Гасиновича Гельманова началась еще в 1939 году на финской границе. Потом Западный фронт попал в плен к бандеровцам и чудом выжил. Долгое время считался пропавшим без вести. В военных не было фотографий, ничего не сохранилось, потому что он был в плену и не было таких документальных подтверждений. Но мне было очень приятно увидеть, узнать, когда я просто набрала в интернете фамилию и имя отчества своего отца, и тут же всплыли его данные, которые хранятся на сайте Министерства обороны. С мужем Казимом Гельмановым Наиля Ханон встретился уже после войны. В 1953 году в Нурейке строили ГЭС для Таджикистана. Тогда в Союзной Республике счастье мирной жизни оборвала смерть супруга. От полученных ран он умер в 1961 году, не дожив и до 40. А в 90-х новый удар. Развал Союза и пришлось бежать от гражданской войны. Так Наиля Пас с дочерью и внучкой оказались в Челнах. А сегодня ветеран войны и вдова участника Великой Отечественной справляет новоселье. И таких граждан, которые по федеральной и республиканской программе получили жилье в рамках обеспечения квартирами участников и вдов погибших воинов, в этом году 25. В прошлом году их было 23. Документы на сертификат собирали два года. Купили жилье быстро, рассказывает дочная Елена Беевна. Выбирали небольшую квартиру-студию. Тут все учли для того, чтобы хозяйка чувствовала себя комфортно. На сегодняшний день новоселье в Челнах ждут еще 11 вдов участников войны и ветеранов. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, эфир 24. Поздравляем вас с праздником Великой Победы!